Друзья, я всех рад приветствовать. Мы находимся на размере криминальной России сервер. Номер один, мы продолжаем служить в полиции. И в прошлый раз при штурме предполагаемого логова маньяка мы наткнулись на засаду. Которая в итоге перелилась в то, что мы сыграли с Джоном Скаймером, на которого уже давно охотимся, в игру. Которая могла, еще раз повторяю, могла закончиться хорошо. И мог никто не погибнуть. Но погибли три сотрудника полиции. Это правда была случайность. Двое человек вообще сделали случайно это. По своей ошибке. Ну и третьего, к сожалению, я, можно сказать, убил. Кто не смотрел прошлую серию, обязательно, друзья, посмотрите. Но вот здесь, видя вот эту вот картину, я понимаю, что уже все заходит за рамки. Ну прям за рамки. Ладно, шутки шутками, там, Скаймер, молодец. Но когда вот это мы видим, друзья, трое сотрудников, которые в прошлый раз хотели поймать этого преступника, которые ждали премии, ждали выходных. В итоге сейчас они вот здесь. И товарищ генерал про них вещает красивые слова. Не так должно было закончиться. Он у нас оказывается такой хитрый. Это Джон Скаймер. Который строит нам ловушечки. Мы в них попадаем успешно. Но есть у него небольшой прокольчик, которым мы постараемся сегодня воспользоваться. Он не выключил микрофон в прошлый раз. И мы узнали, что он вызывает такси. Куда? Зачем? Каким образом? Где? Какое? Непонятно. Но сегодня, друзья, мы как сотрудники полиции будем отслеживать все вызовы в это время. Я думаю, что это будет правильное решение вместе с Пауном. И искать этого Джона Скаймера нужно, чтобы эта маска в любом случае села в тюрьму. И желательно как можно быстрее. Иначе сейчас здесь дальше будут продолжать появляться вот эти вот гробы. Продолжат страдать гражданские. Неважно, что они сделали. Но вот так вот убивать просто так людей... Полковник Дип, выйти из строя. Есть, товарищ генерал. Слушаю вас. Я виноват. Вот меня, наверное, стоит вообще понизить, уволить, не знаю. Даже удача не помогла. 50 на 50. Был шанс, я и третьего загубил, в конце концов. А двое, ну, реально сами виноваты. Найдите его. Ни в коем случае нельзя допустить еще смертей. Товарищ генерал, я этим и занимаюсь. Я постараюсь. Я постараюсь сделать все, товарищ генерал. Приказ ваш понял. Товарищ генерал, я понимаю все это. Это ужасная картина. И такой вообще картины быть даже не должно близко. Выполнять. Есть. Так. Паун. Поехали со мной. Поехали, поможешь мне. Мы с тобой, грубо говоря, всю эту кашу заварили. Потом с начальником мы еще там разберемся. Потом, друзья. С начальником это отдельно, еще раз говорю, тема. Мы с ним разберемся. А ну-ка садись, Паун. Поехали в таксопарк. Будем расследовать это дело. Пока здесь хоронят вот этих ребят из-за Джона Скамера. Но, причем, они особо ничего не совершили. И Джон Скамер на меня повесил все, как будто бы виноват во всем этом я. Хотя, с какого перепугу вопросик напрашивается. Сам же затеял эту игру, а виноват почему-то товарищ полковник. Во всех трех смертях виноват я, по его мнению. Это, конечно, несправедливо. И здесь как раз таки уже Джон Скамер границу, я думаю, что пересекает. И необходимо его за подобное наказывать. Он наказывать привык, я это понимаю. Но теперь, я думаю, пришло время, друзья, наказывать его. И самое главное, его сейчас отыскать. Поэтому едем в таксопарк и пытаемся понять, что... Как? Как вы ездите? Едем в таксопарк, друзья. И пытаемся понять, что вообще происходит. А самое главное, куда же он все-таки вызывал ночью такси. Но он вызывал. Он спросил, ты такси уже вызвал? Есть вероятность, что никто и не вызывал именно сейчас, друзья. Мы, как сотрудники полиции, это и постараемся выяснить. Мы прибыли непосредственно в таксопарк, откуда и берутся автомобили, на которых и развозят тех, кто вызывает такси. Нужен какой-нибудь менеджер. Ну что, Павел? Давай. Пошли спросим у охранника. Здравствуйте. Господин охранник, сигаретку, пожалуйста, убираем. В общественных местах у нас курить запрещено. Сейчас на 30 суток закрою. У нас к вам есть пара вопросов, если вы, конечно, не против. Мы ничего не нарушаем. Нет, вы не переживайте. Нарушений с вашей стороны не выявлено. Мы по другому небольшому вопросу. Слушайте, нам необходимо знать, кто вчера производил вызовы с 12 по часу ночи. Вот в этом интервале. Может быть, как-то свяжетесь с кем-то, узнаете. Вы здесь все-таки, ну, таксистов охраняете. Я все понимаю, что это всего лишь охрана. Но, может, есть какая-нибудь информация. Вы же знаете людей здесь. Ну, это сложно сказать. В это время таксистов много в разных уголках. Хм. Но я понимаю, это глупо. Да, друзья, таксистов реально много. Но, подождите. Если Джон Скамер наблюдал все это воочию, да, потому что он видел, что происходит, а не через камеру, то, по идее, он был бы рядом с МГУ, получается. Слушайте, а если говорить о конкретном районе, допустим, МГУ, может быть, такая информация у вас будет? Хотя бы кто работал в эти периоды там? Кого отвозили? Ну, это уже, конечно, чересчур, наверное, информация. Если говорить конкретно, в районе МГУ. Но там в то время работал Аббас Али Мухаммедов. Так, а, слушайте, вы его знаете? А вы можете как-то нас связать? Вы можете номер дать, допустим, телефона? Если только он работал конкретно, да, Аббас. Будем просто Аббас называть. Хорошо. Хотя бы у него спросить. Хотя бы у него. Можете номер телефона дать? Или какая-то связь? Может, где он живет? Вот, номер машины. Это все? Так, а вы знаете, где он сейчас вообще? Он сейчас в том же районе работает. Номер машины В798ХК, 79 регион. Так, он сейчас там работает? Ладно. Для информации от охранника, по-моему... Слушайте, ну спасибо. Спасибо, хорошо, я вас услышал. Он что, и днем, и ночью работает? Не зря он вот этот вот как его там Аббас... Короче, в общем, вы поняли. Работает 24 часа, походу, в сутки. Здесь живет? Не знаю. Ладно. Поехали. Все, еще раз спасибо. А что он натворил? Нет, он ничего. Он ничего, все в порядке. В общем, не будем вдавать подробности. Поехали, Паун. Искать таксиста нужно. Так, как он сказал номер? Еще раз. 798. Друзья, запоминаем номер. Сейчас будем, значит, прочесывать этот весь район. Как он говорит, он там работает. И так как только заказ какой-то прилетает в этом районе, он его сразу хватает. Понятное дело, что он может быть где угодно, да, на какой-то очередной вызов ехать. Мы его сразу не найдем. В общем, давайте просто будем его искать. Сейчас мы его быстро найдем. Не знаю, Паун. Ну, будем в районе сейчас МГУ ездить в таком случае и выцеплять. На самом деле, любое такси мы смотрим внимательно. Давай, раз он сказал в районе МГУ. Ну, район МГУ все равно большой. Мы это понимаем. И не только один он здесь ездит. Но я думаю, что найти его не так будет сложно, если он действительно еще несколько часов хотя бы будет отдавать этому делу. Главное по номеру. Все, номер смотрим. 798. В принципе, автомобили такси достаточно приметные. Поэтому, думаю, их будет видно издалека. Главное их не пропускать. У нас сейчас просто, по идее, некий такой патруль. То есть нам желательно не обращать внимание вот на эти обгоны по двум сплошным. Мы работаем сейчас исключительно, друзья, на таксистов. Просто ищем. Вот навстречку выехал. Не работаем по ним. Нарушений, боже мой, друзья. Сколько нарушений вокруг. Штрафы можно каждую минуту выписывать. А вот таксистов нету. Огромный круг уже сделал. Нарушителей есть, друзья? А таксистов почему-то... Нарушителей есть, друзья. А таксистов нет. Там не таксистов нет. Опачки. Такси. А где передний номер? А где бампер потерял? С нарушением едешь. А ну-ка. Номерок 809. Блин. Не наш, друзья, номер. Но хотя бы первого уже нашли. Слава богу. Один таксист есть, но не наш. Везет клиента, но, к сожалению, к нему никаких претензий. Ладно. В таком случае, друзья, будем продолжать поиск дальше. Таксистов должно быть в любом случае много. Рано или поздно на нашего наткнемся. Но я так понял, друзья, занятие все-таки не из простых. Даже такой, вроде бы, казалось бы, небольшой район. Да, но найти необходимого таксиста достаточно трудно. Так, есть. Еще таксист. Номерочек. Ваш номерочек, пожалуйста. Опа. 798. Есть. Отличненько. Стоять. Остановочку делаем, пожалуйста. Просто прижимаемся. Клиентики подождут. Клиентики подождут. Замечательно. Реально в этом райончике и выцепили его. Так. Здравствуйте. Опас, да? Олесь не ошибаюсь. Здравствуйте. Эй. А что такое? Все нормально. Все нормально. Ничего не нарушили? Обычная проверка, можно сказать. Не переживайте. Вы ничего не нарушили. Скажите, пожалуйста, вы вчера с ноля часов ночи по часу ночи работали в районе МГУ? И если работали, а мы знаем уже, что работали, были ли, может, какие-то странности? Верно? Немного. Так. А было что-то странное, скажите? Какой-то такой, знаете, извините, если в маске сядет ко мне, может, без маски. Просто кто вызывал? В выходные дни всегда странные заказы. В основном это пьяные и сумасшедшие. Так. И в этот день тоже были сумасшедшие и пьяные? Эта ночь не исключение? Да. Например, один вчера перевозил куклу. Человеческий рост. Ажи пристегнул ее. Что, простите? Куклу с человеческий рост? Так. И сам маски находился. И в костюме. Видимо, с какого-то маскарада в МГУ. Опа. Паун. Что за маскарад был в МГУ? Так. А вы куда их повезли, можете сказать? Куда вы отвезли их? Кукла. Тут подожди. Кукла. Кукла не живая? Или что? Я не понимаю. В смысле, с чего взяли, что это кукла? Ну, он похож на куклу, да. Но она же живая. Она же бегает. Она не двигалась. И он ее сам тащил. Ага. Понял. Ладно, ладно. Допустим. Допустим. Куда поехали они? Куда поехали? Это они. Ну, слушай, совпадения такого не может быть. То есть кукла, которую он пристегнул. Они попросили его в церковь отвезти. Там они и вышли. Вот еще и странность. Ночью в церковь? Так. А у нас в церкви достаточно много. Слушайте. Давайте. Давайте я вам сейчас заплачу. А вы нам эту церковь покажете. Хорошо? Как будто бы. Пау! Как будто бы. Допустим. Предположим. Я ваш клиент. Хорошо. Отлично. Отлично. В таком случае давайте сразу бабку мы передадим. Чтобы они думали, что я кидаю таксистов и так далее. Даже вот столько дам. Мне не жалко, в принципе. Все. Держи денежки. Мы. Мы за вами. Потому что церквей достаточно много. В церковь ночью это что-то очень странное. Реально. Говорит. Пьяные и странные люди ездят. Ну, в принципе, да. По выходным нам, друзья. Ну, по выходным ночам даже. Так и есть. То есть есть какие-то там пьяные. Ну, отдыхают люди. Что поделать. И в тот день. По идее. Джон Скамер тоже отдыхал. И все сейчас указывает на то, что это действительно. Это был он. Ну, как. Ну, совпадений слишком много. Потому что его подельники как раз таки тоже в форме. В масках. Да. И кукла еще с ним была. Это очень большие странности. Поэтому сейчас поедем. И узнаем. Что это за церковь была. Ну, и разумеется, я надеюсь, уже найдем. Правду. Давай. Езжай. 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 Ага. Я понял, что это за церковь. Все. Все. Спасибо большое. Благодарю. Понятно, что это за церковь. Ладно. Пошли, Паун. В любом случае, это ненормально. Приезжать в такое позднее время. Все. Абдулок, спасибо. Спасибо большое тебе, что помог. Все. Вы свободны. Мы вас отпускаем, как говорится. Все. Езжайте. Можете быть свободны. Всего доброго. До свидания. До свидания. Нет. Я, конечно, тоже могу полагать, что он что-то знает больше. Но мне его задерживать-то не за что. По идее. Ладно. Пусть езжает. Так. Значит, сюда. Таксист привез эту куклу с этим человеком. Ночью. В час ночи, заметьте-ка. Странно это все. Почему именно сюда? Я не знаю, Паун. Зачем? Но учитывая, что он делает, это может немного показаться странноватым. Его поведение в целом. И неудивительно, что он пришел именно сюда. Эта церковь относительно, относительно была построена недавно. Да, видите, какая она большая. Кто ее строил? За какие деньги ее строили? Непонятно. Но явно она стоит просто бешеных денег на самом деле. О! Чего там? Опа. А вот это уже любопытно. А вот это уже интересненько. Где-то я этот велосипед видел. Паун. Мы, походу, его нашли. Оружие. Я понимаю, что мы в цирке. Оружие. К бою. Полная готовность. Так, давай заходим. Паун, заходи. Ну, слушай, велосипед, это уже, это уже не шуточки. Заходим. Ё-моё. Так, тихо. Паун, спокойно. Спокойно осмотрись. Ищи его. Так, не пугай только никого здесь. Не пугай. Осмотри все здесь. Внимательно. Черт. Я его не вижу. Так, ладно. Извиняемся. Извиняемся. Сразу предупреждаю. Здравствуйте. Извините, что с оружием. Были вынуждены это сделать. Здравствуйте, сыны божие. Да, приветствую. Просим прощения, что с оружием. Это была вынужденная мера. Не гоже в храм божием оружие махать. Мы не машем, мы не машем. Мы, к сожалению, думали, что здесь совершенно другой человек находится. Здравствуйте. Буквально вопрос. Здесь нет, случайно, человека в маске? Как у него спросить, даже я не знаю. Нам нужен человек в маске и костюме. И у нас есть все подозрения полагать, что он находится прямо здесь сейчас. Поэтому мы и зашли с оружием. Человек опасный. И может опять затеять какую-нибудь игру. Но велосипед его реально там. Это ведь не совпадение? Нет. Чего ты? Служба божья закончилась полчаса назад. Все прихожане ушли. Да. А, ладно. Хорошо. А был ли из прихожан кто-то в маске и в костюме? Никого, по-вашему, не было? Может быть, вы вспомните? Хм. М-да. Но велосипед, ну явно его. И место вот это. Ну все говорит о том, что... Он должен быть здесь. Похоже, опять опоздали, Паун. Ну, как и обычно. Это храм божий, а не маскарад. Сюда молиться приходить, а не лица за масками прятать. Я понял. Ладно. Все, убери оружие. Убери оружие. Давай, не будем пугать никого. Все. Ладно. Спасибо большое. Я, конечно, осмотрюсь на всякий случай. Ладно, спасибо. Я на всякий случай осмотрюсь. Потому что все, что угодно может здесь, друзья, быть. Паун, посмотри тоже внимательно. Это, конечно, все красиво, но... Нет, друзья. Похоже, опоздали. И у нас снова в нашем хране. Сыны божии. Ладно. Пошли. По всей видимости, Паун, мы снова опоздали. Но есть. Есть у меня впечатление, что все-таки это был как раз-таки он. Но совпадений таких просто быть не может. Мы это с вами должны понять. И плюс... А, кстати. Вот по велосипеду. Вот откуда, опять же. Он знает, откуда велосипед у него этот стоит. По-любому, батюшка навряд ли на нем ездит. Правильно? Я думаю, что, друзья, придется все-таки за этим местом красивым, богатым, дорогим установить какое-то наблюдение. Потому что территория огромная. Сюда приезжают ночью какие-то непонятные люди, о которых даже батюшка не знает. Это вызывает, как минимум, некоторые вопросы. Не находите ли? Поэтому, друзья, давайте так и сделаем. Мы сейчас не будем наводить шумиху какую-то. Велосипед, он многое сейчас дал понять. Как мне кажется. Это не может быть совпадение. Поэтому сейчас берем, друзья, и ставим сюда скрытое наблюдение. Несколько человек в боевой готовности, которые в случае чего могут сюда ворваться. Не будем делать каких-то заранее выводов, потому что все, что угодно это может быть. Паум. Давай, поехали. Соберем группу, в которой, естественно, я тоже буду участвовать лично в этом круглосуточном наблюдении. И рано или поздно, я думаю, что если что-то здесь произойдет, мы ворвемся. Но на этот раз, друзья, я уже подготовлюсь основательно. Такой ситуации, как прошлая, я уже точно не допущу. А я напоминаю, что все события, которые вы сегодня увидели, происходили на первом сервере Радмира Криминальной России. Если вы здесь еще не играете, ссылочка в описании. Есть специальная. Переходите, регистрируйтесь. И по достижению определенного уровня получайте от меня 75 тысяч рублей и 3 дня золотого вип-статуса. Это очень сильно вам поможет в первоначальной игре, а я каждого из вас. Благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Давайте на гитаре сыграть, пожалуйста. Это буквально 2 минуты. Играю Виктора Ц, пачку сигарет. 185к, я бахну. 200к, я бахну. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, поглянулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка, сигареты, значит все нельзя. Уж клуба на сегодняшний день. Тебе билет на самолет с серебристым крыром. Что взлетая оставляет земле лишь тень.